Доброе утро! В эфире новости на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. Территориальную схему обращения с отходами изменят в Алтайском крае в течение 2020 года. Все необходимые финансовые ресурсы для этого есть. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попридухин. В прошлом году губернатор выделил на эти цели более 80 миллионов рублей. Муниципалитеты закупили более 10 тысяч единиц такого оборудования. За счет собственных ресурсов, по словам Попридухина, приобретено еще более 200 бункеров. Как результат, потоки движения отходов поменялись. Следовательно, и в территориальной схеме надо корректировать логистику. По словам Владимира Попридухина, новая схема также будет предусматривать изменения тарифов. Этот период времени немного, правда, но мы имели инициативу от трех хозяйствующих субъектов по предоставлению права использования новых полигонов для размещения отходов. К тем 17, которые у нас сегодня имеются в реестре объектов размещения отходов. Фактически по одному из них на уровне Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации принято положительное решение. Поэтому сейчас у нас к 17 реестровам добавился еще один полигон, который будет по одной из зон Олейская обобщать на своей территории, точно так же и принимать необходимое количество образованных отходов. Для них квадрокоптер не игрушка. Технопарк «Кванториум-22» представил Алтайский край на национальном чемпионате WorldSkills Russia. По компетенции – эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробности узнала наша съемочная группа. Чтобы собрать квадрокоптер, ему нужно два дня. Кирилл уже два года обучается в технопарке «Кванториум». Сегодня он представляет Алтайский край на национальном чемпионате WorldSkills Russia. Меня не сразу привлекли своими полетами, своей скоростью. Я пошел заниматься в «Кванториум». Затем собрал свой коптер и понял, что мне это нравится, очень сильно нравится, и стал проводить за этим ночами. В этом году компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем проходит в онлайн-формате. Организаторы поставили перед участниками три задачи. Первая – запрограммировать на выполнение миссии дрон, который находится в другом городе. Далее – определить причину поломки коптера по фотографии. Сегодня Кирилл пилотирует дрона в симуляторе. Он должен на скорость преодолеть арки, кубы и другие препятствия. В симуляторе практически достаточно точно моделируется и мир, в котором летает трасса для дрон-рейсинга, и непосредственно модели. То есть в большинстве случаев мы на занятиях тоже проходим симулятор, чтобы как можно меньше разбить или сломать модель свою. Имя победителя экспертная комиссия объявит через неделю. А пока Кирилл под прицелами пяти камер выполняет последнее задание и не сомневается в своих навыках. Для него квадрокоптеры – не просто хобби. Кирилл хочет сделать это своей работой. Анастасия Меншакова, Михаил Лихуншан. Новости. Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина отметили на Всероссийском фестивале «Орликин». В Санкт-Петербурге подвели итоги 17-го Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Орликин». На нем молодежный театр Алтая показывал глич Максима Соколова «Вандербой». В этом году на фестиваль подали более 140 заявок. Эксперты отобрали 9 работ российских театров, которые признаны экспертами лучших среди российских спектаклей для детей. В этот список значимых постановок страны вошел и барнаульский спектакль. «Вандербой» стал лауреатом в номинации «Лучшее музыкальное оформление». А теперь к новостям спорта. Алтайские тхэквондисты завоевали 15 медалей на первенстве Сибирского федерального округа среди юниоров. Накануне в Красноярске проходили соревнования среди юниоров 15-17 лет. Наши спортсмены привезли 3 золотые, 1 серебряную и 11 бронзовых медалей. Победителями Сибирского федерального округа стали трое алтайских тхэквондистов Никита Кожевников, Руслан Лужков и Карина Гайтова. Второе место в Красноярске занял Давид Джинджоли, а весовой категории 45 килограммов. В активе наших спортсменов также 11 третьих мест. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня!